МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чиновники Рязанской администрации сообщили о ремонте тепломагистрали и восстановлении движения автотранспорта на Площади Победы. В Дашково-Песочне ударными темпами возводится здание теннисного спорткомплекса, и еще на неделю Рязань посетила инспекция в составе российских железнодорожников. Аллея Героев. На Скорбященском мемориале ветераны заложили капсулы с землей, привезенные с мест боев и сражений Великой Отечественной войны. Ну а теперь обо всем подробнее. В пятницу областной центр посетили два высокопоставленных российских железнодорожника. Это вице-президент РЖД Владимир Морозов и начальник московской железной дороги Владимир Молдавер. Они осмотрели обновленное здание вокзала Рязань-2 и побывали в ремонтных мастерских в районе железнодорожного техникума. Подробнее о визите гостей в репортаже Алены Куколевой. Подобные инспекции, начиная с прошлого года, проводятся дважды в год. В осенне-зимний период и в преддверии сезона отпусков, когда железная дорога переводит к местам отдыха огромное количество пассажиров. Комиссия инспекторов во главе с первым вице-президентом РЖД Вадимом Морозовым и губернатор Рязанской области Олег Ковалев проинспектировали вокзал Рязань-2. Также комиссия проверила работу депо и ремонтных мастерских РЖД. Целью проверки стали инфраструктура, техника, а также вопросы безопасности и обслуживания пассажиров. На вокзале осмотрели зал ожидания, касса, медпункт. Ради проверки вызвали машину скорой помощи. Бригада прибыла через 19 минут, тем самым уложившись в норматив. Олег Ковалев отметил, что на этой встрече с железнодорожниками был поднят вопрос об их сотрудничестве с руководителями промышленных предприятий с целью перенести объемы перевозок на железные дороги. Мы в этом заинтересованы не только потому, чтобы сама железная дорога была загружена, но мы в этом заинтересованы тем, что большегрузный тяжелый транспорт сегодня давит дороги, они не выдерживают межремонтных циклов и отчасти у нас еще дороги плохие, потому что мы просто их не можем физически содержать в таком состоянии в тех деньгах, которые сегодня есть. И поэтому перевод грузоперевозок на железнодорожный вид транспорта сегодня, я считаю, очень актуальная тема и на ней надо работать. В мастерских инспекторам показали процедуру термообработки деталей при температуре 950 градусов Цельсия. Также проверяющие побеседовали с рабочими. В ходе проверки обсудили возможную реконструкцию и на вокзале Рязань-1. Там планируют удлинить платформы и проложить тоннель под путями. Кроме того, обсуждали вопрос сделать парковку на площади перед вокзалом платной. Итоги проверки будут подведены после окончания инспекции всей железной дороги. ЧП городского масштаба произошло во вторник днем на площади Победы. Там в результате прорыва тепломагистрали провалился асфальт прямо на проезжей части возле монумента Победы. Это видео молниеносно разлетелось по сети интернет в Рязани, в самом центре города. Средь белой дня в час пик провалился асфальт. Яма, наполненная водой солидных размеров, заняла полноценную дорожную полосу. Сотрудники аварийной службы выехали на место происшествия заранее. Лишь благодаря их слаженной работе удалось предотвратить неприятных последствий, а то и трагедии. На видео хорошо заметно, что двигающиеся в сторону центра автомобили начали проваливаться в образовавшуюся неровность. Стоит напомнить, что работу по укладке нового асфальта на этом участке дороги закончили не далее, как в начале месяца, непосредственно перед праздничным парадом. Ремонтные работы изначально планировалось завершить к шести часам сегодняшнего дня. Но, видимо, заявление оказалось опрометчивым, так как это утро встретило рязанцев огромной пробкой. Город перекрыли в сторону центра от моста на московском путепроводе до самого места аварии. Регулировщики пустили движение из-под моста на улицу вокзальную в направлении обоих железнодорожных вокзалов. Так что сегодня Рязань буквально парализована. Как сообщают специалисты, произошел прорыв первой тепломагистрали. Диаметр трубы 500 миллиметров. Асфальт снизу начала подмывать горячая вода, из-за чего и произошло его обрушение. Кстати, о воде. В этом районе, как уже понятно, с водоснабжением будут возникать некоторые проблемы. Но специалисты утверждают, что в ближайшее время они эту ситуацию исправят. Стало известно, что ремонт тепломагистрали на пересечении Первомайского проспекта и проезда Завражного завершен. Асфальтовое покрытие на проезжей части восстановлено. Об этом говорят чиновники администрации Рязани. Полутора суток. Все службы работали в круглосуточном режиме. И на сегодняшний день, на 4 утра сегодняшнего дня, все работы были завершены. И горячая вода пущена в те дома, которые были отключены. В результате аварии было 19 домов отключено по улице Татарской. 12 домов по Первомайскому проспекту. Попал один детский садик и муниципальный наш центр, культурный центр. На сегодняшний день все работы завершены. Авария полностью устранена. Кстати, возможно, вскоре рязанские дороги будут меньше требовать ремонта. В четверг презентовали обновленный завод битумных материалов, который открылся после реконструкции. И выпускаемые предприятием полимерные вяжущие битумы должны увеличить межремонтный срок региональных автомагистралей. Но это не единственная тема в нашей еженедельной рубрике экономических новостей. Добрый день! С вами Алена Куколева. В эфире кратко об основных новостях экономики региона. В Рязани открыли модернизированный завод битумных материалов. Церемония прошла в четверг, 14 мая. Предприятие создали в 2000 году как опытный завод нефтехимпродуктов. В конце 2013 года его приобрела компания «Газпромнефть». Новый владелец модернизировал производство, запустил линию фасовки битума, выпускаемую на месте технологичную упаковку, в которой битум сможет поставляться как в другие регионы, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. По словам губернатора Олега Ковалева, новый завод создал более сотни высокотехнологичных рабочих мест. В ближайшие пять лет планируют заменить оборудование и автоматизировать производство. Общая сумма инвестиций составит 300 миллионов рублей. Проектная мощность обновленного завода – 60 тысяч полимерно-битумных вяжущих материалов в год. Естественно, когда мы открываем такое производство, которое будет выпускать продукцию, которая увеличивает срок службы покрытия автомобильных дорог примерно на 30-40%, поэтому качество дорог, долговечность, их срок службы, способность воспрепятствовать тем нагрузкам, которые на дороге оказываются, значительно повысится. И мы рассчитываем, чтобы мы все же наши дороги реже ремонтировали, чем сейчас это происходит. В Рязани подешевела свинина и пшеничная мука. Такова информация от Рязаньстата. А по данным еженедельного мониторинга, вниз пошли цены и на другие социально значимые продукты – мясо кур, сыр, помидоры, мороженая рыба. Правда, пока снижение незначительное, в среднем оно составляет полпроцента. Вместе с тем наблюдается повышение цены морковь, капусту, сметану, гречку. Сильнее всего подорожала баранина на 9 рублей. К другим темам. Накануне рязанские налоговики рассказали о возможных налоговых льготах, а также разъяснили, куда необходимо обращаться, если у людей есть объекты недвижимости, но им не пришло уведомление об уплате налога. Если по истечении 36 календарных дней с момента направления налогового уведомления вы все-таки его не получили, будучи владельцем налогооблагаемого имущества, с этого года впервые в налоговом законодательстве введена обязанность физических лиц, владельцев налогооблагаемых объектов, информировать об этом налоговую службу. В частности, налоговые органы как по месту жительства, так и по месту нахождения налогооблагаемых объектов. А следующая информация для владельцев сертификатов материнского капитала. Рязанское отделение пенсионного фонда принимает заявление на единовременную выплату 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. Получить эти деньги могут все семьи, которые не использовали всю сумму сертификата на основные направления, как, например, на улучшение жилищных условий или образование ребенка. Для этого в территориемом органе пенсионного фонда или многофункциональном центре гражданин пишет соответствующее заявление с приложением соответствующего заявления и на руках у него должен быть паспорт, подтверждающий личность гражданина, сертификат. Еще должны быть реквизиты, куда направлять деньги после принятия положительного решения. Как только мы принимаем положительное решение, органы пенсионного фонда направляют 20 тысяч на банковские реквизиты, а далее гражданин может их использовать на повседневные нужды. Напомним, что диновременную выплату можно получить до 31 марта 2016 года. На этом у меня все. Счастливых вам выходных. До свидания. Те семьи, которые уже наверняка получили материнский капитал, чествовали накануне Международного дня семьи. Этот праздник сравнительно молодой. Его учредили чуть более 20 лет назад, в 1993 году. В мире проходят различные просветительские и развлекательные мероприятия. Ведь задача праздника, по идее его организаторов, это обратить внимание общественности на проблемы семьи в современном обществе. В Рязани чествовали многодетные семьи, которые в торжественной обстановке получили региональные награды. В преддверии Международного дня семьи, который отмечается ежегодно 15 мая, в региональном правительстве прошла церемония награждения образцовых семей, которые могут послужить прекрасным примером для многих. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Ведь во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. Это большой труд и в то же время огромное счастье – жить в понимании и любви, идти по жизни бок о бок с самыми важными во всем мире людьми. Вспоминали о своих родственниках в фронтовиках во время проведения Парада Победы 9 мая. Тогда по центральным улицам Рязани прошла многочисленная колонна горожан, как потом подсчитали около 35 тысяч человек. В руках у людей были фотографии дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Торжественный парад в честь 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне получился масштабным и многолюдным. Жители Рязани активно подключились ко всероссийской акции «Парад победителей». В праздничном шествии по центральным улицам города около 35 тысяч рязанцев прошли с фотографиями своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны. Дальше, исполнив гимн России, торжественным маршем от площади Победы до площади Ленина прошли войска Рязанского гарнизона. Офицеры, солдаты и курсанты участвовали в конкурсе «Песни в солдатском строю». Показали умения и спецназовцы воздушно-десантных войск. ПЕСНЯ В завершении праздника перед зрителями выступили детские коллективы, а после парада площадь Ленина в Рязани превратилась в танцплощадку. Если сказать кратко, вот уезжаешь в дом, вот такое вот настроение, а от Сулгейш вот такое настроение. Вот все, что сегодня произошло, все-все-все события от воензированных до детских, они наполняют душу новой силой. Очень радует и впечатляет память, насколько люди помнят, ценят эту победу, берегут ее, внимание такое. Эта передача словами не важно. Народные гулянги завершились традиционным праздничным салютом. На неделе презентовали многосерийный проект фильма о ветеранах-рязанцах под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». Это один из 15-минутных серий, в которых участники Великой Отечественной войны рассказывают о своей судьбе, о судьбах своих боевых товарищей. Этот фильм планируют показывать в городских школах и техникумах. В пятницу 8 мая в Большом зале администрации состоялся премьерный показ одного из эпизодов нового 11-серийного кинопроекта. Фильм под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» создан под эгидой Рязанской городской думы. Мы очень надеемся, что фактически вот такой видеобанк данных, он будет с нами и можно будет его показывать по различным телеканалам. Будет этот материал и в социальных сетях, и в интернете, на ютубе. Мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше количества и рязанцев, и всех, кто с Рязанью связан, и кто любит наш город, могли все это увидеть и посмотреть. Там действительно та правда, которую мы, может быть, не услышим из каких-то источников иных. Это то, что выражают люди, прошедшие годину войны и пережившие своей душой, своим сердцем, своим разумом, то, что происходило тогда. Работа над проектом продолжалась на протяжении года. В каждой серии слово предоставлено участникам Великой Отечественной войны. Мы хотели убрать вообще какие-то объясняющие вещи, чтобы ветераны, непосредственно очевидцы тех событий, непосредственно рассказывали о войне. По словам создателей, фильм рассчитан прежде всего на молодежь. Показывать его планируют в школах и вузах региона, чтобы ребята узнавали правду о событиях войны от живых свидетелей подвига народа. Накануне на Скорбященском мемориале появилась новая аллея, но не деревьев, а табличек с названиями знаменитых и важных битв Великой Отечественной войны. Капсулы с землей заложили ветераны – танкисты, артиллеристы, моряки и тружники тыла. В Рязани заложили капсулы с землей, привезенные с мест крупных сражений Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили региональное министерство молодежной политики и Союз патриотов Рязанской области. Под таблички с названиями «битв» капсулы закладывали ветераны Великой Отечественной войны. Был среди ветеранов и танкист Иван Дмитриевич Цибизов. Война застала его 17-летним юношей. В армию его призвали в августе 1942 года. Поскольку у Ивана Дмитриевича было полное среднее образование и опыт работы с техникой, в колхозе он был трактористом, то будущего фронтовика отправили во Владимир учиться на механика-водителя танка. И на своем легком 10-тонном Т-70 он прошел многие сражения, первый из которых под Сталинградом, потом вместе с Тацинским танковым корпусом был перепрошен под Курск. Именно там Иван Цибизов совершил первый свой таран. Немцы пошли в свои танки туда на нас, а мы были в кустах, и там и леса, и кусты все были замаскированы. И когда танк проходил, не так быстро, я разгоняю свой Т-70, догоняю скорость, тоже знаю, уже наловчился, выжимаю сцепление. Ударил я ее, ударил чем? Броней рассчитал, не гусеницей. Гусеница моя тоже полетит, и валик, и все. Эта броня у нее, она тяжелее, она относится к среднему танку. Я расчет сделал нанести удар по ведущему колесу. Ведущее колесо, я ее, если бью 10-ти тонн, да еще раз загнал, какая ударная сила, она ее вот так повернула, а уже танк стал, у немцев такой уже принцип, если машина у них стала, то они сразу выскакивают из танка. Знаете, иначе и в них не станет людей, они чувствуют стал Гитлер, что у него не стало хватать. И у меня десантники были. Эти десантники, мы уже до этого договорились, как я, я говорю, буду ударять, немцы будут выскакивать, вы их стреляете. И они всех их расстреляли. Далее Иван Дмитриевич освобождал Белоруссию и Польшу, а после войны больше четверти века служил в танковых войсках. Это русский солдат, немецких генералов, заставил, чтобы их пушки замолчали. И акт капитуляции 9 мая 45-го года под Берлином подписали. Эту победу над врагом мы уже много лет отмечаем. И часто, часто в своих рядах своих друзей не замечаем. Потихоньку уходят наши годы, а с ними и герои войны. Это они своей жизнью завоевали победу в этой войне. Идея создания аллеи героев принадлежит молодежи, участникам поисковых отрядов. Именно они привезли землю с братских захоронений воинов, участвующих в битве за Москву, за Сталинград, сражения на Курской дуге. Всего на аллее памяти ветераны-фронтовики установили 10 табличек в честь знаменитых битв Великой Отечественной войны. Возле Ледового дворца в микрорайоне Дожково-Песочня вскоре должен появиться центр Большого тенниса. В комплексе будут как открытые корты для игры в ясную солнечную погоду, так предусмотрены и площадки под крышей. Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев посетил строительство центра Большого тенниса на улице Зубковой в районе Дворца спорта Олимпийские. Пилотный проект является базовым. Он реализуется согласно указу президента построить аналогичные площадки и в других регионах. Это пилотный проект. Есть поручение президента о строительстве в России 12 аналогичных центров развития тенниса. И наш проект был выбран как пилот. И сегодня от того, насколько качественно мы сделаем, насколько технологично он будет работать, зависит, будет ли взят за основу, как типовой проект наш проект и диражироваться в других регионах Российской Федерации. Всего в центре будет 18 кортов. Под крышей предусмотрено 6 теннисных кортов с трибунами на 430 мест. В открытой части центра будут работать 8 кортов с грунтовым покрытием, а также 4 корта с искусственным покрытием. Еще в комплекс войдет игровая площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола, беговые дорожки, гостиницы для спортсменов и ресторан. Будучи строителем в прошлом, а в настоящий момент любителем большого тенниса, губернатор отнесся к завершающему этапу строительства со всей строгостью и знанием дела. Особое внимание в разговоре с подрядчиками Олег Ковалев уделил благоустройству, в том числе и озеленению территории. Рассматривали место совместно с зеленой и северной компанией, вот эту территорию. Здесь они будут сажать парковую зону. Она здесь предусмотрена. Ребят, я все это так и думаю, но это должно быть положено на определенные договоренности, на документы положено. Понимаете, я всем верю, но я уже давно живу. Я привык уже, что вот есть мы, подписались под этим, все. Вот считай тогда вопрос решенный. А пока это все на стадии разговора, вопрос не решенный. Устройство кортов начнется в июне. Сдать весь объект рассчитывают к августу. Тогда уже планируется провести здесь первый неофициальный турнир, приуроченный к открытию центра. Подрядчики заверили, что работы идут по графику. Ну, поручения я уже все раздал. Сейчас одно поручение. Надо уложиться в установленные сроки, значит, с тем, чтобы уже в августе месяце произвести торжественно открытие этот теннисный центр. Работы очень много. Я не так оптимистичен, как строители, которые говорят, что все мы сделаем. Значит, я вижу, что работы очень много. И предстоит очень напряженно поработать. Май, остаток мая, июнь, июль. Вот эти два с половиной месяца очень много предстоит сделать работы. Центр Большого Тенниса способен принимать соревнования, в том числе и международного уровня. Благодаря такому спортивному комплексу Рязань станет одной из площадок для подготовки олимпийских резервов. Задача стоит создать такие теннисные школы для всех желающих, а там уже наиболее талантливых отбирать сюда. Значит, ну, центр будет неким методическим центром. То есть те школы, которые сегодня работают у нас, они работают, как Бог на душу положит. И это не есть хорошо, потому что успеха высочайшего уровня мастерства достичь при таком, ну, очень сложно, при таком подходе. Поэтому методический центр будет обеспечивать методику тренировок, будет контролировать соблюдение этой методики тренировок и раз в году отбирать сюда наиболее пилотики для того, чтобы совершенствовать их мастерство. Спорткомплекс должен стать базой для развития детского тенниса. А для жителей Рязани, не являющихся профессиональными спортсменами, центр предложит абонементы и выделит отдельные часы для занятий. Возможно, центру будет присвоено имя Николая Озерова, многократного чемпиона страны по теннису, чьи родители были из Рязани. Еще о спорте. В пожарной части номер 4 стартовал очередной этап соревнований по пожарно-прикладному спорту среди детей. Школьники в течение ближайших дней будут соревноваться в беге, скорости разматывания пожарного рукава и тушении возгорания, а также ознакомиться с приемами профессиональных пожарных. Таким образом, как считают рязанские спасатели, ребята готовятся к возможным экстремальным ситуациям. Можно сказать, что эти соревнования являются неким экзаменом по основам безопасности жизнедеятельности под открытым небом. Организаторы в лице управления МЧС, Минобразования и ВДПО отмечают тот факт, что такая работа со школьниками не только необычайно полезна и информативна, но и интересна самим участникам соревнований. В этих соревнованиях дети закрепляют практически свои знания, полученные на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности. В этом им во многом также эти практические занятия, а сегодня это пожарная эстафета. Эти занятия, как теоретические по ОБЖ и практические, помогут и повлияют на выбор профессии. Это можно привести примеры. У нас уже есть дети, которые получили даже медали ведомственные от МЧС России при спасении людей на водоемах. На этом этапе в соревнованиях приняли участие 47 школьников из всех муниципальных образований области. Ребята пробежали эстафету, на время разматывали и сматывали пожарный рукав, надевали спецобмундирование и тушили пожар. Все по-взрослому. Здесь на практике уже ребята отрабатывают все элементы, с которыми они могут случиться в жизненных ситуациях. Экстремальные, чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но мы должны готовить население, а дети – это тоже наше население, которые должны уметь себя обезопасить. Дети проходят определенную подготовку, и жизнь у нас такая. Они получают навыки, которые, надеюсь, им в жизни не пригодятся, но готовыми к этому нужно быть. Дети с удовольствием этим занимаются. Не стоит забывать и о том, что летние каникулы уже на носу. А эти ребята будут готовы практически к любым экстренным ситуациям, с которыми легко столкнуться, например, в походе. А в долгие каникулы сходить с палатками – дело святое. Так пусть и этот процесс станет для школьников максимально безопасным. И на этом наша еженедельная программа подошла к концу. Желаем вам приятных выходных, и до встречи в эфире программы «Время говорить» на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин